Всем привет! Сегодня у нас с вами буквально разбор полетов. Будем рассматривать целый пакет пустых банок. Как я это делаю, я расскажу вам по ходу видео, потому что вы очень часто спрашиваете, как так получается, что у тебя за несколько месяцев собирается вот такое количество использованных средств. И порой мне кажется, что я и Ковка Вика Моисеева, это два блогера из такой старой гвардии, кто все еще собирает эти пустые банки и потом снимает такие ролики. И, ну, люблю я такие видео, ну, люблю я косметику, а когда она заканчивается, это двойной праздник. И такие видео мне доставляют гораздо больше удовольствия, чем, например, видео о новинках. Я люблю что-то пробовать, но вот когда что-то добиваешь до дна, и это настолько классное средство, что тебе хочется этим поделиться и виден результат, по-моему, это как бы хороший показатель того, что мне это нравилось или, не знаю, я заставляла себя чем-то пользоваться. И в конце уже точно говорю, ну, нет, больше не куплю. Короче, не буду затягивать, поехали с пустыми баночками. Ой, сразу самое интересное, это сыворотка от Calistar с гликолиевой кислотой. Я никогда не показывала ее на своем канале, потому что я тестировала ее для мейкапа. Я снимала для них целую битву брендов, и один из выпусков был посвящен кислотам. Вот эта сыворотка дорогая, насколько я помню, у них есть целая линейка, и она стоит около 50 евро, довольно агрессивная. Если вы только начинаете с кислотами, то вообще нет. И даже если вы активный пользователь кислот, то вы почувствуете действие, почувствуете то, что вы нанесли какой-то кислотный препарат на свое лицо. И для меня это было слишком. Это даже как такой легкий кислотный пилинг. То есть это не как элемент ухода, это что-то, чем пользуешься довольно редко. И мне кажется, что сейчас на рынке есть так много более таких нежных средств, которые можно плавно вводить в свой уход, которые можно использовать на постоянной основе, и тогда получается накопительный эффект, нежели вот так раз бабахнуть в месяц, да, и потом будут и шелушения, и возможно высыпания. Даже у меня есть пилинг с 30% гликолиевой кислоты, он и то помягче, чем вот эта сыворотка. Но у меня иногда чувствительная кожа, особенно когда межсезонье, еще и не холодно, но уже и не жарко, или наоборот уже не холодно, но еще не жарко. Вот тогда моя кожа не всегда хорошо реагирует на кислоты или какие-то агрессивные средства. Нет, на данный момент я не повторю это средство. Если оно у вас есть, и вы чувствуете, что это ту матч для вашей кожи, попробуйте нанести на полчаса или на час походить с сывороткой, смыть ее и нанесите свой обычный вечерний ночной уход. То есть не оставляйте ее на ночь, только в такой конфигурации. За два года я попробовала кучу всего разного, нашла массу более доступных альтернатив. Так что мы прощаемся, я не сожалею. Мицеллярная вода от La Roche-Posay, одна из моих самых любимых. Это для чувствительной кожи, она без отдушек, она не жжет глаза, она хорошо смывает косметику. У меня после нее нет никаких высыпаний, поэтому если вы ищете хорошую мицеллярную воду, то эту однозначно рекомендую. Вот до конца допользовала, но не стану покупать. Это такое двухфазное средство от Kerastase. Здесь просто какая-то водная основа, наверняка с полезностями для волос, или мне хочется так думать. И вторая часть с маслом. Вот это, знаете, не классическое масло для волос, которое как-то там выравнивает волосы, напитывает их, или хотя бы создает иллюзию ухоженных, здоровых волос. Для меня это больше как декоративка для волос, то есть что-то, что дает мгновенный результат. Сию минуту мы это видим, мы это ощущаем, нам все нравится, но это не накапливается, это никаким образом не сказывается на качестве наших волос. В общем, нужно смешать вот эти две фазы и нанести на волосы. Приятнейший аромат, который долго удерживается на волосах, и они блестящие, они рассыпаются, они такие шелковистые. Вот действительно придает блеск волосам, но не более. Вот как-то, не знаю, мне приятно было им пользоваться, но я не буду плакать после того, как выброшу эту баночку, а уж тем более я не побегу за новый магазин. Еще одна штучка от La Roche-Posay, это термальная вода. Я очень спокойно отношусь к термальным водам, и зачастую я не вижу никакого результата, то есть просто наносим на лицо, ну, вроде как что-то там произошло, ну, по сути, ты даже не знаешь, что именно. И вот мы были в Престуре, нам подарили, и просто у меня оказалась эта термалка, и я начала ей упользоваться. И у меня был момент, когда я убрала очень многое из ухода, были и раздражения, и воспаления. Целый месяц я боролась с аллергией, как что-то успокаивающее, как что-то такое даже подлечивающее, можно сказать. Я не собираюсь никому доказывать, и что-то там навязывать, что всем нужна термальная вода, но на мне она очень хорошо работала, и я обязательно куплю себе новую. И вот тогда, когда я лечилась, все-таки надо было пользоваться каким-то средством для мытья тела в душе, и еще и был июль. Сами понимаете, что без этого никак. И у меня было вот такое очищающее масло из линейки Липикар. Если в холодное время года ваша кожа склонна к пересыханию, то я советую перейти именно на очищающее масло даже для тела. Это не гидрофильное масло, оно хорошо смывается, оно даже немного пенится, но не сушит. Для меня это главное. Обязательно повторю, кстати, это не первая моя баночка, я до сих пор остаюсь при своем мнении. То же самое могу сказать о патчах под глаза от марки Эльса Ник. У меня были все четыре, их там четыре вида, и вот эти с зеленым чаем. Я их брала с собой в отпуск. Они практически всегда и везде были со мной, пока не закончились. Сейчас у меня желтенькие, которые просто шикарно напитывают область под глазами, освежают, осветляют ее. И мне кажется, что вот эти убирали отечность. И эти патчи отличаются от многих тем, что у них в составе очень много растительных экстрактов, вот натуральных компонентов. Даже в самом патче там были такие частички, по-моему, зеленого чая, в случае этих конкретно. И мне они нравились. Я прям, знаете, вот так раз и использовала всю баночку. Здесь я не видела их в стационарной продаже, но на Korean Experts можно заказать и в Европу, и в Украину. В России они продаются, по-моему, в золотом яблоке. На них часто бывают какие-то акции. Прям крутая вещь, советую вам присмотреться. А вот это интересная вещица. Я говорила вам, что у меня были пробники этого крема, и я собиралась купить себе полноразмерную баночку. Она подозрительно быстро закончилась у меня. Я не знаю, с чем это связано. Это крем с ретинолом и, насколько я помню, с легкими кислотами. То есть здесь уже все в комплексе. Такой полноценный ночной уход. Линейка Альфа-Бета. И вот честно, у меня нет упаковки. Я не могу сейчас проверить, что было в составе. Но, девчонки, то, что этот крем работает, это абсолютно точно. Если вы хотите найти что-то с ретинолом, что-то, что выровняет оттенок кожи, что-то, что окажет такое легкое антивозрастное действие, то есть разгладит мелкие морщинки, возможно, уберет сухие. Потому что, когда пользуешься средствами с ретинолом, то кожа становится более плотной, более упругой, какой-то такой напитанной. Вот у нее совершенно другое качество. И ретинол, вот на данный момент, это то, что мне очень сильно нравится в уходе. Это такая бомба, которую я открыла для себя еще несколько лет тому назад. Не знаю, почему решила от нее отказаться. С ретинолом также могу посоветовать Redermic Air от La Roche-Posay. Я, кстати, все забываю вам о нем рассказать. Он действительно хорош для тех, кто вообще не знаком с ретиноловыми средствами. Вот его вы можете смело покупать. Но мне не зашел их крем Redermic Air под глаза. Он как-то даже больше подсушивал вот эту нежную кожу. Так что вот тот, который для лица, он классный. Именно на все лицо под глаза что-то другое. И вот это отменный вариант. Я грешила им даже летом. Наносила вечером поверх увлажняющего тоника или тоника с ретинолом. И тфу-тфу-тфу, не появились никакие пигментные пятна. Но я старалась лицом именно не загорать. То, что вы видите, когда я крашусь, это чаще всего эффект автозагара. Так у меня кожа светлая на лице. Аромат. Этот аромат я заказывала в прошлом году, по-моему, на духе РФ. Но высмотрела я его в Кракове, в стационарном магазине. И очень долго почему-то не решалась купить. Это аромат унисекс, который подходит как мужчинам, так и женщинам. Я очень часто выбираю именно такие ароматы. Особенно на теплое время года. Они более легкие, они более воздушные. И вот такой интересный факт. Каждый раз, когда я пользовалась или ароматом от Ормес, который также является ароматом унисекс, или вот этим, я получала комплименты от мужчин, от знакомых. Или же меня прям спрашивали, Оля, что это такое? Я своей жене тоже хотел бы такое подарить. И за несколько лет это происходило не единожды. Я даже на пальцах двух рук не смогу перечислить. То есть мне понадобится больше. Прям часто спрашивали. Или говорили, что вау, классно, так необычно. Это такой игривый аромат, который даже немножко щекочет нос. Я не помню, что именно там было в описании. Но по моим ощущениям, это точно цитрусовые, но не такие, которые прямо сводят зубы. Вы знаете, просто как бы свежая нотка. Точно есть кардамон. И единственное, что отложилось у меня в памяти из описания, это брызги шампанского. Просто у меня не было ни одного другого аромата с шампанским. Я не могу сказать, что да, это действительно оно. Но аромат очень интересный, очень необычный. Да, он не суперстойкий, но вот даже когда я его там спустя 4 часа не ощущала на себе, другие говорили, вау, что это? И я обязательно куплю его снова, потому что он очень радостный. Он вот такой, знаете, бурлящий. Он как брызги шампанского. Вот ассоциируется с хорошим настроением, с классной погодой. И он комфортный. То есть он и не душит, и нет такой свежести, что дайте мне чего-нибудь сладкого, чтобы перебить вот эту оскому на зубах. Нет, в нем все очень гармонично. Мне все-таки кажется, что это более женский аромат. Он вообще не отдает каким-то мужиком-дровосекам. Это не тот случай. Я даже скажу больше, что я не представляю своего мужа с этим ароматом или кого-то из мужчин в возрасте 30+, из нашего окружения, кому я могла бы сказать, вот пойди попробуй, тебе должно понравиться или тебе должно подойти. Нет. Возможно, для молодых ребят, вот прям для юноши, да. Но я не уверена. Мне все-таки кажется, что это более женская такая история. Кстати, спасибо вам огромное. Вы любите, когда я описываю ароматы, даже несмотря на то, что я вообще не профи в этом деле. Но у меня всегда есть какие-то ассоциации, у меня всегда вырисовывается какой-то образ, и вы часто покупаете ароматы по тому, как я описываю. И часто это попадание в десятку. Возможно, мне стоит как-то развиваться в этой теме, больше изучать. Есть вообще курсы профессиональных парфюмеров. И прямо, знаете, можно и диплом получить. И мне интересно было бы что-то такое посетить. Классная идея, между прочим. Я прямо уже сама загорелась. Консилер от Maybelline. Многие говорят, что им он что-то сушит, что он недостаточно перекрывает, что он скатывается. Для меня это один из лучших представителей масс-маркета, потому что я всегда все наношу на мега увлажняющий крем под глазами. И у меня нет никаких вопросов. Он у меня не скатывается. Но, наверное, я для себя выработала какое-то правило. Выбрала правильные пудры, с которыми все мои консилеры, корректоры работают. И вот единственная пудра, которую я сегодня не смогла найти, я не знаю, куда я ее могла приткнуть дома, это Too Faced. Вот прозрачная. Вот она настолько идеально дружит с каждым консилером. Она безупречно подходит для бейкинга. И даже когда у меня более сухая область под глазами, я не испытываю какого-то дискомфорта. Обожаю этот консилер. Я уже обзавелась новым благодаря моей подружке. Но об этом чуть позже, потому что мы никак не можем снять совместное видео. Но у меня уже есть новая баночка. Тушь от L'Oreal. Она так долго лежит в этом пакете, все никак не могу до нее дойти в пустых банках. So Couture. Вы скажете, что L'Oreal это дорого, особенно там для туши. У них туши очень-очень классные, смотря с чем сравнивать и смотря где покупать. Вот это аналог туши от Lancome. И даже если говорить о стандартном ценнике, это все равно в три раза дешевле, чем Lancome. Но, девчонки, я советую вам покупать туши, там L'Oreal, Max Factor, всю вот эту продукцию из среднего ценового сегмента, потому что я даже не могу сказать, что это масс-маркет. Это вот именно средний ценовой сегмент. Ищите онлайн. Там всегда дешевле. Вот реально на мейкапе или на леди мейкап, где бы вы ни посмотрели, там будет цена, но на 30% минимум ниже. И мне кажется, что специально в стационарных магазинах делают побольше на ценку, чтобы сделать акцию. Но, во всяком случае, здесь больше так, и здесь никто не купит тушь от L'Oreal или Max Factor за 18 долларов. Это слишком дорого. Но туши у них классные. Они и хорошо фиксируют ресницы. У них правильная такая кремовая формула. И смывается она хорошо, такими чулочками снимается. И она не осыпается, не размазывается. Вот люблю туши от L'Oreal, но вот только советую вам покупать онлайн, потому что действительно в стационарном магазине гораздо дороже. Мне понравился. Мне вот этот крем от Эйзенберг Париж. У меня был пробник. Здесь 3 мл. И для крема это достаточно много. И я несколько раз возила его с собой в путешествия. Ну, потому что такой удобный формат, да. И я понимала, что с макияжем я просто умирала. Потому что часто, когда куда-то еду, я утром крашусь. И прихожу в 12, то есть в час. Крашусь там часов в 7 утра. И прихожу в 12 час. И мне все это время нужно выглядеть хорошо. Я использую более стойкую косметику. И вот тогда я понимала, что ой, нет. Моей коже так сухо. Моей коже так не хватает увлажнения. Так что нет-нет. Я бы не стала его самостоятельно покупать. К сожалению, выбрасываю тонер от Benton. Потому что он очень давно открыт. Прям года полтора. Он настолько экономный в использовании. И в последнее время я тестировала кучу всего. Я боюсь, что он испортился. Кожа на лице это, ну, такой момент, что лучше не экспериментировать. Сказала я. Человек, который тестирует просто тонны косметики. Но у меня есть новый. Поэтому я избавляюсь от него. И бутылочка поменьше. Очень классный. И он хорошо успокаивает. Он хорошо увлажняет. И здесь как бы кислота BHA, то есть салициловая кислота или ее происходная. Я уже не помню, как там было. Я помню, что у меня было меньше высыпаний, когда я пользовалась этим тоником. Но не ждите от нее чудес, что она вылечит акне и все такое. Нет. Просто в сочетании с чем-то еще более активным, скажем, наносите тоник. Дальше сыворотку с BHA кислотой, с салициловой кислотой или крем. Вот тогда хорошо, потому что это такой прям тоник с алоэ, который хорошо поухаживает за вашей кожей и предотвратит и пересыхание, и снимет раздражение. И даже все такие более мощные кислотные средства поверх этого тоника будут более щадящими для вашей кожи. Не стану повторять эту сыворотку с витамином С и Е от Юз, потому что она не бюджетная. Я нашла более рабочие варианты, но сама по себе она мне нравилась. Кто-то писал, что она там скатывается, что нет никакого эффекта. У меня с ней все было прекрасно. Но просто даже та же самая сыворотка от Ицкин работает лучше. И стоит в два раза дешевле, иногда бывают скидки, так что иногда нет смысла переплачивать. Этот крем был у меня один раз, потом я часто возила его с собой в поездки. Это Гидрофаз от La Roche-Posay. Это версия именно Rich, обалденный крем. Я много раз его советовала, потому что он прекрасно увлажняет кожу, мне не закупоривает поры. И вот когда я еду в поездку, я всегда беру этот крем и Эфоклар Дуо. И вообще Эфоклар уже снова есть в моей косметичке. И вот вечером я наношу Эфоклар Дуо от высыпаний. Да, он мне немножко подсушивает кожу, но это мой мастхев уже на протяжении больше, чем пяти лет. И я сомневаюсь, что это когда-то изменится. А утром для того, чтобы восстановить кожу или, допустим, один вечер я пропускаю Эфоклар Дуо и потом наношу вот этот крем, чтобы напитать кожу, чтобы успокоить ее опять же. И под макияж, потому что вечно, когда я куда-то еду, у меня такой сухарь на лице и прыщи практически каждый раз. Вот эти вот последние поездки обошлись без цветов на моем лице. Но раньше часто была такая проблема. Обожаю. Купила снова и, по-моему, даже уже практически закончился блеск от KIKO в оттенке 6. Шикарно ухаживает за губами. Оставляет такой же оттенок, как знаете, что лип максимайзер от Dior, только он без эффекта покалывания. Красивый такой молочный блеск для губ. Очень люблю. Прям очень. За лето использовала всю баночку. Да. И тоже мне нравился вот этот тоник от PIXI. С гликолиевой кислотой. Но он все-таки, как мне кажется, по моим ощущениям, больше подойдет тем, у кого жирная и комбинированная кожа. Более плотная. Все, у кого чувствительная кожа, сухая, осторожно с ним и не каждый день. И вот на моей коже лучше работает тоник с ретинолом. И очень люблю их тоники. В принципе, у них классная уходовая косметика. Мне повезло попасть на их список блогеров, кому они отправляют свои новинки. И вот этот я покупала сама. И тоник с ретинолом тоже. Но потом они мне прислали их. Тоник с розой. Очень хороший. Прям классно увлажняет. И что-то еще мне безумно нравится. А, сейчас у меня тоник с витамином С. Тоже достоин внимания. Отличнейшая марка. Не знаю, девчонки, как вы растягиваете крем, допустим, на год. У меня так не бывает. Вот если сказать о средстве для волос, например, да? Оно было в моей косметичке полтора года. То есть просто пришло время, когда продукт закончился. Или что-то, что было в моей дорожной косметичке. Я это не показывала, не показывала. А потом раз все одновременно подошло к концу. И вот так. Не знаю. Я ничего специально на себя не намазываю в больших количествах. У меня мужу, допустим, хватает крема на месяц. У него прям целая банка уходит за месяц. Свекрови тоже на месяц. У моей мамы тоже так регулярно все заканчивается. Я без понятия, как можно что-то растянуть. Там, не знаю, шампунь, допустим, на три месяца. Я через день мою голову, поэтому все скапливается. Но ничего я специально не форсирую. Гель для умывания от Эйзенберг. Это любовь на века. Вот если можно было бы выделить там три призовых места, он был бы на первом. Потому что я вот настолько сильно его любила. Он так бережно очищает кожу. Он не пенится. Он все хорошо домывает. И его не нужно много. Я вот переливала вот эту баночку постоянно в банку поменьше. И везде я всегда возила с собой. Потому что для меня важно, чтобы кожа была комфортной. Она и так в стрессе из-за того, что я ее куда-то перевезла. Перевезла свое тело в новое место. Но, к счастью, есть такая возможность куда-то ездить. Поэтому я стараюсь как-то подстроиться. Вот. И очень-очень удобная упаковка. Крем я не стану повторять. Это улажняющий крем. Просто хороший улажняющий крем из люксового сегмента. Но то, что он не оставлял пленки. У него приятная такая нежнейшая душка. У меня не было от него высыпаний. Он хорошо сочетался с другими сыворотками. Для меня это уже достаточно аргументов, чтобы его попробовать. И то, что мне не понравилось у Тайзенберга, я, по-моему, рассказывала. Это такая маска. Это средство успокаивающее, которое наносится на тело, на лицо, на обгоревшую кожу. Или просто после загара. Мне не нравился ни аромат. Пахнет каким-то автозагаром. Это нечто липкое. Оно еще и скатывается. И вообще никак не влияло на ожог. Я помню, что я так немножко подгорела, когда мы были в Египте осенью. И тогда я очень рассчитывала на это средство. Ничего оно не сделало, как у мертвого припарка. А вот SPF я люблю и тоже где-то закончился. По-моему, я его выбросила на пляже. Не сохранила. Муж добил до конца вот такую миниатюру, в которой на самом деле 88 миллилитров средства. Это лосьон увлажняющий от CERAV. Я вам говорила, что если хотите попробовать, то купите себе вот такую штучку. Если для лица не зайдет, то на тело быстро расходуйте. Он любит. Он даже сам поехал в Суперфарм и купил себе банку с дозатором. Он не может без этого увлажняющего средства. А мы посылку из Айхерб развернули и отправили обратно. Так что пришлось немножко переплатить здесь на месте. Но ничего страшного. Очень классная тушь от Эвелин. Вот такая пузатая, желтенькая, с силиконовой удобнейшей щеточкой. Прекрасно разделяет реснички, делает их черными. Села батарейкой. Я не помню, о чем я говорила. Простите. Наверное, не закончила мысль. Но сейчас вот сидела минуты две. Ну, без шансов. Не могу вспомнить, о чем шла речь. Маска, которая закончилась так же давненько. Там прям были остатки. Я вот их допользовала вчера вечером. Марка Laneige. Мне она очень нравилась. Особенно в холодное... В холодное... В теплое время года. В прошлом году тоже я часто ее пользовалась. Часто советовала. Многие говорят, что она вообще ничего не делает. Вот лично я, допустим, даже если меньше спала и наносила эту маску утром, просыпалась свежачком. Поэтому мне она очень хорошо подошла. У нее легкая консистенция. Она хорошо увлажняла кожу. И, наверное, это дороговато. То есть, если бы она стоила хотя бы на 30% дешевле, я бы говорила, что так, вам обязательно надо попробовать. Но я понимаю, что, возможно, за эту цену лучше купить там много хороших увлажняющих тканевых масок и получить то же самое, чем банку за 20 с чем-то долларов. По-моему, она стоит вот столько. Это многовато. Я с удовольствием ее допользовала до конца. Но вот чем больше пробуешь всякого, потом как-то, знаете, по-другому начинаешь подходить даже к любимым средствам. Под конец начинаю заговариваться. Так всегда. Обалденная увлажняющая маска. Вы должны это попробовать. И я советую покупать сразу с этом. У нас тут с девчонками свой чат и активная переписка, а я не участвую. В общем, это марка JM Solution. Его сразу три берите. Вот таких вам точно понравится. Универсальная маска и фантастически увлажняет кожу. Прямо вы сразу ощутите эффект. Безнадежно плохая маска от Evelyn. Я пробовала их несколько. Но сказать, что она не делает ничего, это ничего не сказать. Потому что я не заметила никакой разницы. То есть даже банального какого-то увлажнения, тонизации, еще чего-то я не получила. Кроме того, что она прикольно выглядела и веселила моих детей. И Игнат постоянно требует, что мам, мне нужна такая маска. У меня еще есть их несколько. Эвелин прислали мне прям целую посылку с уходом. И там много вот этих масочек. И особенно Игнат говорит, мама, нанеси мне маску. И куда на детей такое? Зачем? Вот это Менюфэктори Аква. Какая-то там кремовая маска. Она должна увлажнять, придавать коже сияние. И действительно, она это делала. Вот только не знаю, сколько она стоит. Если там до 5 долларов, скажем. Это прям максимум за тканевую маску, которую лично я готова заплатить. Но это должно быть что-то вау-вау-вау. Если вот где-то 3 бакса, то можно попробовать 5. Это просто золотая цена. За нее дороже я бы не стала покупать, честно вам говорю. Два средства от высыпаний. Вот это, если помните, оно у меня просто 100 лет. Я его откопала в своей косметичке. Это лиерак. Такая двухфазная жидкость, которую наносишь непосредственно на высыпание. И здесь еще есть немножко. Прямо так взбалтываешь все. И граммулечку на высыпание хорошо успокаивает, хорошо прижигает, подсушивает. И даже если что-то назревает, то есть такая вероятность, что вот эти две вещи помогут поскорее с этим справиться. Или быстренько все выйдет наружу, или наоборот погасят. Вот это марка Holy Land. Прям вообще классная. Хотя до того, как я попробовала Holy Land, я говорила, что вот это просто лучшее, что может быть. Нет, и когда у меня какой-то прыщ, то я наношу эфаклар на само высыпание еще вот эту штучку. Локальный эфаклар я сейчас не использую от La Roche-Posay, потому что он как-то вот очень активный. И он, если нанести точечно на высыпание, он делает это место красным, как такой маленький ожог получается. Так что я тоненьким слоем на все лицо, и потом вот эту вещь на высыпание. Говорю вам точно, если у вас иногда бывают прыщи, купите себе бесцветную версию, точнее она белая. И, ну, ложусь так спать. Приходится том и потерпеть. Если у меня прыщи, то как бы лучше я избавлюсь от них, чем вообще ничем не буду пользоваться. И буду пугать его своими красными там штуками на лице. Очень хороший увлажняющий базовый тоник от PUNKANYUL. По-моему, так это читается. Это корейский бренд. У меня была целая линейка. И вот если у вас очень чувствительная кожа, если вы плохо реагируете на активные компоненты, или у вас нормальная кожа, и вам нужен базовый уход, вы не знаете, как там сочетать кислоты с витамином С, еще с чем-то. Берете все такое с простыми составами, понятными, просто хорошие увлажнители. И сыворотку тоже попроще. Там отдельно с витамином С, или с комплексом каким-то уже готовым. Это хорошие штуки у меня. Также было такое средство с пипеткой, как увлажняющая эмульсия. Вот ее можно использовать тем, у кого комбинированная жирная кожа даже под макияж. Крема у меня не было. Я летом пользовалась, и мне нравилось. Вы знаете, только это средство. Такое вот гелеобразное. Его нужно похлопывающими движениями наносить. Классная штука. И патчи под глаза тоже мои вторые любимые. Вот они так охлаждают этот эффект охлаждения, расслабления и всего вместе взятого. Вот этот свежий эффект под глазами я обожаю. То есть снимаешь патчи, ты видишь, что выглядишь более отдохнувшей. Я вижу, как патчи работают. Вот эти мои самые любимые патит фье. И более увлажняющие, вот абсолютно точно, это Эльсоник. Они лучше увлажняют. Но вот эти дают охлаждающие эффекты. Если их даже хранить в холодильнике, очень классно работают. Я люблю, не могу. На этом у меня все. Закончились пустые банки, если видео оказалось в первую очередь полезным. Не забудьте поставить мне пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.